Продолжение следует... 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 подобного рода мероприятия. Разговор получился очень интересный, хотя, мне кажется, конечно, баттла не получилось, потому что беседовали два философа, и явно не хватало позиции религиоведа, то есть человек, который бы обращал внимание на те, ну, даже во многом ляпы, которые по ходу дискуссии проскальзывали в связи с обсуждением чисто религиозных, наверное, тем. Мне кажется, конечно, самый интересный момент, который стоило бы обсудить, это то, что как так получается, что в религии, на самом деле, здесь вот я в своем вопросе попытался это обозначить, есть способы работы со злом, есть некая такая экономика зла, которая позволяет со злом что-то такое делать, так, чтобы оно не слишком выходило за собственные границы, в то время как в философии, как это следовало из дискуссии, присутствует такая странная позиция абсолидизации зла, что, в общем, скорее бы мы ждали, наверное, со стороны религии, вот, ну, и совсем упрощая, как так получается, что в религии, если следовать за мыслью Артемия, на самом деле нет проблемы террориста, да, как воплощение абсолютного зла, да, всегда террориста можно каким-то образом объяснить, вписать его в какую-то там парадигму, вот, в то время как в современной философии, в философии вообще, это проблема существует, существует проблема абсолюта, абсолютного зла и абсолютного добра, Ну, я в первую очередь хочу поблагодарить Федоровский собор, который предоставил нам эту площадку, и благодаря этому мы смогли провести этот диспут, я надеюсь, зрителям он понравится, и они смогут извлечь из этого что-то полезное. Я со своей стороны хочу сказать, что у меня немного смешанные чувства, потому что я очень долго думал над этой темой, это, конечно, очень проблемная тема Теодицея, и, наверное, просто невозможно исчерпать ее, и, наверное, это вопрос, который всегда обречен оставаться без ответа, но и не отвечать на него мы не можем, и мы должны все время говорить об этом. Но сегодня случилось довольно непривычное для меня событие, перед началом диспута ко мне подошел отец Олег, я, к сожалению, не знаю его фамилию, и подарил нашему фонду вот эту замечательную икону, здесь написано, что Иисус, идущий по водам по-гречески, и также написано «Господи, спаси меня». И мне кажется, что вот эта икона, которую вот так внезапно нам подарили, она вот в каком-то смысле отвечает на вопрос Теодицеи, может быть, она, ну, или если не отвечает, то дает какую-то надежду. Она говорит о том, вот как на самом деле человек относится к Богу среди зла, в которое он погружен, что только благодаря вере, только благодаря Христу у человека есть возможность вот так идти по водам вот этого бушующего зла, и в этом мире только в этом обретать надежду, и, соответственно, обращаясь ко Христу. То есть мы не можем снять проблему зла, мы не можем ответить на этот вопрос, мы не можем построить идеальный мир, но мы можем обращаться к Богу, и, видимо, в этом, в этом, собственно, и есть наша практика, в этом есть наши обычные действия, то есть то, как это в действительности происходит. Мы окружены злом, и вот среди этого зла мы можем взывать вот так ко Христу, «Господи, спаси меня», и в этом обретать спасение. Наверное, в этом главный смысл нашей сегодняшней встречи, и вообще смысл диалогов о Теодицеи, борьбы со злом. Вот. Спасибо, друзья, что смотрите наш канал, подписывайтесь на ТВ Эстетику, дальше будет еще больше интересного. Спасибо вам за то, что вы с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова